приветик всем снимаю видео косметической зачистки мой сиреневый контейнер который я обычно использую в таких видео он на работе в общем он занят чем-то и не буду его отвлекать поэтому я просто буду строить здесь такую небольшую кучку и посмотрим что из этого выйдет давайте начинать первое чего избавляюсь это блеск для губ от мебели на у меня это оттенок 003 что с этим блеском говорят что этот блеск это клон блесков от фанти бьюти я соглашусь был у меня была у меня мини-версия от фанти в общем гадость одного разлива блеск имеет очень приятный аромат но неприятный вкус он заползает в рот и жжет губы пользоваться я таким продуктом не могу поэтому отфутболиваю помада от oriflame уже не знаю в каком артикуле но ее давно уже нет в каталоге все уже там заменили поэтому в общем никакой разницы нету испортилась помады начала жечь губы выбрасываю две помады от faberlic артикул 40 619 эти вот золотистые футляры с этим с магнитиком один оттенок и 2 это 40 618 странная такая форму у стиков что с ними в общем эти помады сухие вот чем-то напоминают раньше были помады от maybelline color sensational кажется так называется в общем но несмотря на то что они сухие они при этом умудряются плыть сам стик помады очень твердый и неприятно пользоваться как будто вот пуском пластмассы по губам водишь и они подчеркивают текстуру губ нет совершенно не нравится поэтому все не смогла к сожалению добить как планировала сиси крем от armani у меня это оттенок 02 жуткая вещь сто раз о нем рассказывала что в нем жуткого главная проблема в том что это средство требует под себя хороший пример я нашла только один единственный идеальный вариант это бустер от my cup forever который стоит столько же сколько этот тональник если не больше поэтому когда у меня было меня была миниатюрка в общем пока она была я им пользовалась без проблем с остальными праймерами уже в общем картина более грустная но я все равно думал что я его как-нибудь добью но увы к сожалению увы в общем он испортился он расслоился и стал окисляться поэтому мы с ним прощаемся от футболе вы его далеко и надолго что у нас дальше дальше нас помада от стеллари была такая коллекция black кажется если ничего не путаю такой красивущий футляр оттенок 01 глам 90 такой вот цвет вроде как ничего к сожалению на моих губах это помада выглядит серый а у меня есть определенные табу в том что касается продуктов для губ я категорически не приемлю следующие цвета все оттенки зеленого желтого синего фиолетового черного серого и наверное малинового вот как бы так поэтому в общем категорически нет удаляя из своей коллекции база под тени от ardeco она просто высохла я ее заменила на новую и все высыхает она очень быстро к сожалению хотя продукт просто замечательный тон divash luminous в оттенке 01 он тоже закончился смысле срок годности у него закончился он превратился в замазку поэтому естественно это мусор и все прощаемся никакого желания повторять у меня нет то есть мне как-то его хватило тени от divash это палетка star dust откроем я вот на нее смотрю на такая красивая и вот визуальное положительное восприятие точно такое же какое было когда я ее покупала к сожалению палетка отвратительно здесь два матовых оттенков таких каких-то розоватых в общем эти оттенки им все равно есть у вас праймер нет у вас праймера и не хотят переноситься никаким образом вообще что касается вот этих вот блестелок блестяшек они просто знаете это прессованные какие-то блестки которые осыпаются с века непонятно что самый красивый оттенок и более-менее сказать самый такой примечательный в палетке вот этот вот он на глазах выглядит уходит в красноту в такой малиновый цвет наверное он очень плохо растушевывается и тоже сыпется и крошится поэтому в общем это недоразумение покидает косметичку я совершенно об этом не жалею мне все это не надо что у нас дальше дальше закончился консилер от сенсей он очень хороший когда-нибудь я решусь на покупку и куплю еще раз сейчас он по моему раньше он был в двух оттенках а сейчас там по моему четыре оттенка в любом случае надо идти в магазин и тестировать конечно без затеста брать такие еще нельзя иллюминатор от нарс капакабана здесь все как бы в одном и срок годности закончился изменилась текстуру и текстура средства и сама по себе средства мне надоело я все-таки окончательно поняла что я буду уходить от кремовых продуктов и фокусироваться только на сухих то есть кремовый продукт это не мое не знаю не нравится мне несмотря на то что у меня склонна к сухости кожи я не люблю кремовый продукт я это поняла окончательно тональная основа от макс фактор это мирака у меня оттенок 02 fair light мне очень нравится упаковка я на сто процентов угадала с цветом просто вот редко такое бывает но угадала а сам по себе крем нас тональный крем достаточно грустный в общем видно и вон лице за версту ношу на праймер становится только хуже покрытие дает до наверно от среднего минус от среднего к плотному но при этом подчеркивает текстуру проваливается в поры и я в общем подумала и такая так и решила что мне это не надо и отфутболиваю это добро все еще один как это сказать то примечательный продукт это тональная основа скин продайс от лореаль у меня это самый светлый оттенок думала думала решила что все таки ну я так и не смогу найти в ней ничего хорошего для меня это тональная основа просто омерзительно садится плохо пробовал попробовал один праймер хуже с эрбориан еще хуже и и видно она выглядит штукатуркой и и очень сложно нанести без разводов она подчеркивает поры она подчеркивает шелушение текстуру кожи не знаете вот какую на картину общее делает такая знаете картина маслом она изображает целлюлит вот понимаете до кожи с ней выглядит сын целлюлитный это ужасно да просто ужасно и еще одна тональная основа не могу не порадоваться что я так хорошенько размусориваюсь это вот корейская такая ерунда unicorn glow это самый светлый оттенок у меня ну glow есть это точно оттенок очень хороший но несмотря на это тональная основа для меня оказалась ужасным во первых она очень сушит кожу наверно будет неплохо для жирной кожи но мне мимо но очень быстро застывает ее сложно нанести равномерно каким-то с какими-то проплешинами ложится спустя несколько часов носки скатывается в белые шарики и к тому же это первое тональное средство которое не выносят метеориты то есть без метеоритов выглядит лучше чем с ними я не знаю как такое возможно ну вот слов из песни не выкинешь как есть так и говорю праймер для век от лора в общем там чуть-чуть осталось но уже закончился у него срок годности поэтому выбрасываю прощаюсь я с помадками от golden rose помните как-то в магнит косметик покупала такие вот металлизированные помады здесь написано что матирующий но я это прочитала уже после того как купила и принесла домой так у меня бывает зачастую в общем номер 02 номер 0701 и 03 не стоили недорого но стройным рядом уходит в помойное ведро в чем проблема во первых у них омерзительный вкус во вторых наносишь их на губы и губы превращаются в куриную гузку отвратительно оттенки на губах выглядит иначе чем на сводчих они сушат губы и да они действительно матовые и попробовав вот эти все как сказать 4 экземпляра я в очередной раз убедилась что матовые помады категорически не мою никогда больше не куплю в общем ни разу не надо вот в общем вы поняли так что у нас дальше дальше у нас блеска для губ от divash какой же у него оттенок оттенок номер 17 вот такой вот он красивый весь с блесточками что тут очень тугой ограничитель в итоге достаешь этот аппликатор это такая палка даже спонжиком язык не поворачивается назвать возишь возишь по губам током ничего нет когда все-таки нанесешь вроде пока ничего оттенок красивые но блестки вот эти они песком сидят на губах когда блеск снимаешь салфеткой блестки остаются на губах я с таким эффектом уже сталкивалась и не раз мне почему-то вспоминается помада вот dolce gabbana у меня не помню в каком оттенке была там тоже блестки оставались после того как помаду снимешь да ну вот здесь прям это во всей красе губы все будут в блестка когда снимете я такие продукты для губ вообще не люблю я не люблю продукты которые оставляют тинт блестки еще там что-то мне нравится снял салфеткой тут же нанес что-то другое без всяких там вспомогательных средств без двух фаски без каких-то хитрых салфеток вот я люблю так попроще поэтому в общем с этим блеском мы тоже распрощаемся уж что у нас тут верен собой фаталь я достану щетку чтобы разговор разговор был предметным такая вот щеточка обычная ворсовая мне очень нравится понравился аромат этой туши просто прелесть сама тушь это тушь конструктор она требует наслаивания и в целом получается в общем-то неплохой веер можно выстроить все и все было бы так замечательно если бы не одно но знаете вот когда я смотрю ролики на youtube и жалуются народ на тушь частая жалоба это то что тушь отпечатывается на веке когда отпечатывается на верхнем веке я это как бы понимаю потому что я с таким тоже сталкивалась но когда девчонки жалуются про отпечатывание на нижнем веке при том что нижние ресницы не накрашены я этого до сих пор постичь не могла пока не познакомилась вот с этой тушью в общем схема такая после того как тушь нанесена на ресницы знаете так похлопаешь хлоп 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 и тушь под глазами все почему она не осыпалась она именно размазалась пользоваться подобным продуктом я не могу в очередной раз убеждаюсь что вот сколько бы я туши не пробовала от вивен собой ни одна мне не понравилось и это не стало исключением я ее тоже в общем отправляю в утиль еще один красавица тушь вообще это тушь от буржуа вот здесь написано ай кэт и еще там что-то неважно что экстремальный объем наверное речь идет о кошачьем глазе посмотрим я не знаю как насчет кошачьего глаза но то что здесь вместо щетки кошачья лапа то определенно посмотрите что это такое вообще что это же за ужас и что делает это кошачья лапа ну как вам это сказать склеивает ресницы она естественно окрашивает века все целиком и верхние и нижние и не знаешь как с этой тушью подружиться если под руками нет там расчесочки для ресниц там ну вот знаете есть такие хитрые всякие приспособления я всем этим не пользуюсь но я знаю что другие пользуются в общем если конечно все это причесать расчесать разделить может быть и сойдет но практически нет ну зачем когда есть туши гораздо более простые в употреблении чем вот это вот я очень рада это был подарок по моему в подружке или на подружке потому что если вот купила стоит по моему 600 рублей на мой взгляд это безобразие просто полно что у нас дальше я избавляюсь от геля для бровей вот такой вот вот арт визаж потому что он также как и большинство продуктов подавляющие которые я пробовала для бровей вызывает зуд я пользоваться не могу не понравился мне по качеству карандаш от бьюти бомба мне это оттенок 03 это какой-то безобразие не карандаш он сказать он очень плохо ложится он вроде бы мягкий выглядит неряшки вам выбрасывают тушь от виктории шум я вообще не смогла воспользоваться ни разу сейчас я попробую достать щетку и показать вам надеюсь будет понятно почему щетка абсолютно сухая это было по моему в косметичке гламбек общем это абсолютно сухая тушь который невозможно накраситься вообще поэтому она просто тут собралась в обнимку с остальными товарищами в помойное ведро карандаш и еще один карандаш для губ тоже мне не понравилось от revolution цвет отвратительный просто он был в наборе с блеском и помады и помады блеск ушли в помойное ведро но и карандаш отправляется туда же и еще карандаш и это тоже когда-то в гламбек был вот такой вот маскирующий для проблемной кожи валяется без толку абсолютно не нужен давно уже обитает в косметичке карандаш от divash это бесцветный такой карандаш для губ он вообще не переносится категорически как-то я пытался его приструнить но без толку белый карандаш перламутровый от его он просто не красит и все цвета не дает муж это лежал лежал чего-то ждал чего я не знаю тушь закончилась тушь очередная не знаю 150 какая это volume art от faberlic по моему и уже сняли с производства и уже нет а жаль это была любимая тушь моя faberlic мы прощаемся также закончилась тушь от faberlic революм сейчас я вам покажу щетку мне что-то подсказывает что этот тушь сестренка волю март и по кисточке и по текстуре и по эффекту они очень похожи и возможных перед решили что две одинаковые туши это перебор и теперь будет только революм моему нас то есть в каталоге не знаю давно валяется пробник я так и не закончила это праймер от colorant у меня оттенки 01 в общем насколько уже может валяться нужно наверное и выбросить я так подумала и в общем все мы с ним простимся праймер от физишн с формула с розой хорошая вещь немного неудобен вот этот вот вариант с пипеткой если в сыворотках еще ok то вот здесь как-то не очень мне кажется если был бы в тюбике было бы лучше потому что все таки он слишком густоват для пипетки ну и до конца я использовать не смогла где-то вот так вот наверное осталось потому что срок годности закончился но покупать повторно не буду потому что у меня сейчас тональная основа который меня устраивает и без праймера и зачем мне собственно говоря покупать еще и праймер и еще одна тушь это тоже просто закончилась старушка всем известно это волюм гламур от буржуа люблю обожаю не знаю сколько времени я с ней знакома сколько лет хорошая тушь считаю что на рынке объемных туш и одна из лучших вот все то что они выпускают какие-то вариации буржуа мне не нравится а вот классическая тушь очень даже помада избавляюсь это помада от стеллари вот этот черный футляр я покупала в двух оттенках но вот по крайней мере от это избавляясь точно это russian red оттенок 103 он очень красивый безумно красиво но я не могу пользоваться в общем один раз я только нанесла и зареклась он оставляет это помада оставляет такой тинт после себя который замучаешься смывать мне это не нравится категорически я ненавижу вот этот эффект когда стер помаду и губы вот в этом послецвете и вот это вот тонирование я это не люблю категорически поэтому мы с ней прощаемся очередной раз зарекаясь что надо внимательнее тестировать продукт перед покупкой и вот то что оставляет тинт блокировать сразу по возможности естественно еще одна тушь это миниатюрка марк джейкобс что мне напомнила эта тушь она мне напомнила откровенно говоря тушь от клиник импакт который я очень люблю с той лишь разницей что она красит быстрее ну в смысле здесь слоев нужно меньше и плюс еще неплохой завиток дает в целом меня тушь очень понравилась она красивая действительно красиво смотрится на ресницах и да да классная вещь но только по моему марк джейкобс это уже прошлое которое надо забыть по моему уже не существует линейки декоративной косметики но познакомиться было приятно занятная рада что познакомилась что еще выбрасываю вот такая странная вещь это глиттер вот в этом world так я в чем-то измазалась наверное в туши жить какая глиттер вот в этом world я его не покупала это был подарок в подружке что-то было куплено то это дали в подарок по-моему я покупала хайлайтер такой двойной кажется так в общем полежал полежал мне это вообще не надо я не пользуюсь такими продуктами и тем более уже сказала я ухожу от кремовых продуктов поэтому в общем прощаюсь до свидания совершенно не поняла вот этот как сказать вот этого товарища это иллюминатор от арт визаж вроде бы это знаете такое подсвечивающий праймер наверно так можно обозвать тональная основа на этот продукт ложится очень плохо в его сольном использовании я не вижу никакого смысла увлажняющим эффектом никаким не обладает дает какой-то подозрительный блеск мне не понравилось поэтому все закончилась тональная основа от стеллари это сиси крем у меня оттенок 301 светлый беж капризная вещь очень капризная я ее добила только благодаря праймер вот который вам показывал от визишн с формула с розой без праймера беда очень плохо лежит на коже что в общем то странно потому что все мы помним видео крыгиной как она говорила и учила нас тому что сиси крем и биби крем отличается от обычной тональной основы тем что не требует к себе праймера она носится на голую кожу так вот здесь вот большие проблемы будут с этим по крайней мере я говорю вот на коже склонной к сухости потому что все шелушения все 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 достанет что было что не было все поведает больше покупать не буду добила очень рада и в общем то все я решила распрощаться с этой палеткой от лавель здесь 9 оттенков теней фиксирующая пудра и хайлайтер я не буду говорить что эта палетка плохая она неплохая просто как-то знаете я в очередной раз на нее посмотрела и поняла что нам больше нет пути такое бывает лучше вовремя расстаться ну и сосредоточиться на тех продуктах которые радуют которые нравятся мне кажется так как-то более логично вот уже тут вырисовывается небольшая кучка всякого добра так и еще и прощаюсь я со старушкой это палетка для контурирования от essence это лимитка я покупала в германии это было в 2015 году сейчас уже по счастью 21 к закату поворачивает да она все практически как новая даже написи не стерлись уж я пыталась полюбить ее но все-таки я поняла что не люблю вот этот оттенок контурирующие он нам не отдает в красноту хайлайтер таких миллион у меня и в коллекции дубляже есть поэтому и старенькая уже вещь я думаю что надо просто отпустить ее и все закончить на этом общение два блеска для губ закончились один в оттенке 03 от буржуа вот там вроде бы что-то еще по стенкам есть если снять ограничитель то что то можно выдать но я никогда не снимаю ограничители я не занимаюсь этим не люблю и поэтому вот что есть то есть вот что выдал то выдал здесь было 5,7 миллилитров очень хороший блеск я знаю что далеко не всем нравятся блески от буржуа но я почему-то люблю вот даже не знаю почему прощаюсь с помадой от стеллари из бежевой коллекции это оттенок 05 секси беж все-таки вот знаете я ее носила и думала все-таки что-то не то что-то не то ну знаете ну уходит она на мне в серый и все и лицо получается какое-то грязновато именно с этим оттенком а к самой помаде у меня никаких претензий нет она хороша она прекрасна и мнение о линейке о бежевой я не поменяла кисточка от real technics вот такая вот по идее она предназначена для нанесения кремовых продуктов там консилер под глаза например ей невозможно пользоваться я слышала столько хороших отзывов в адрес вот этих вот небольших кисточек от real technics и я удивляюсь как вообще как народу удается подружиться с подобным потому что эта кисть ужасно колючая она просто рвет кожу а не то что там как сказать гладит лапкой вроде бы этот оклон это искусственный ворс но вот не могу не могу колит кожу и все поэтому конечно выбрасываю и и все еще один блеск это катрис пытаясь найти номер оттенок 020 принцесс пич очень красивый блеск и я с удовольствием пользовалась и закончила его очень красивый такой розовенький такой небольшой голографик очень меня радовал классный блеск это кстати редчайший случай обычную от катрис и essence все чтобы я не покупала все куда-то улетает там далеко и надолго в помойку но по всей видимости в этот раз все хорошо помада от кого от римель коллекция кейт оттенок 55 май ньют помните такая коллекция была древняя но я считаю что я ее закончила очень красивая помада если бы этот оттенок был в продаже я пошла бы купил честное слово мне очень помадка понравилась и с большим удовольствием закончила помаду от клиник это чабик в оттенке вот таком вот как я знаете шучу какая-то курва ну да оттенок номер 14 кэнди очень красивый оттенок оттенок такой вот розовый и он вроде бы и розовый но дает ощущение зацелованных губ очень приятно если когда-нибудь соберусь сделать заказ клиник непременно вот эта покупка вот этого чабика повторю в оттенке 14 потому что помада он просто прекрасная я прощаюсь с палеткой от эссенс малитал купер сейчас я ее открою и объяснюсь почему прощаюсь вот такие вот оттенки здесь в общем знаете что в общем-то палетка неплохая если бы у меня ничего не было из этой гаммы из рыжий коричневый золотистый я бы наверное ее оставила но проблема вся в том что у меня таких оттенков вагон и тележка а это палетка ничем не лучше а скорее хуже меня очень сильно разочаровал вот этот вот темный оттенок он очень красивый но он вообще не растушевывается то есть его можно прилепить пальцем на жирную базу можно плоской кистью синтетической все растушевать нет вот прилепил и будет сидеть пятном сидеть будет весь день ничего не могу сказать но как с пятном ходить то вообще растушевывать а те не надо большому счету в общем я поэтому решила что она лишняя моей коллекции и мы с ней прощаемся и да я ее отправляю гулять и последнее в этот раз эта пудра от шанель в оттенке любишь в оттенке 020 сейчас откроем она практически новая срок годности давно закончился вот так она выглядит светлый оттенок оттенок мне подходит и окончательно поняла что знаете что меня не устраивает у нее ярко выраженный пудровый финиш такой вариант подойдет если вы любите пудры которые матируют она матирует я ненавижу просто матируем ни в какой форме мне нравятся пудры прозрачные те пудры которые дают сияние а вот это вот никуда мне что-то подсказывает что мама моей будет другое мнение на этот счет и и и это штучка должна как-никак порадовать ну как мне видится в общем какие итоги подвожу под вот всем этим барахлом на самом деле зачистка в очередной раз не получилось строгой то есть если придираться то я должна была выбросить еще наверное позиции 20 но пока не готова ну кто вот косметические зачистки проводил тот знает что вот это вот размусоривание она всегда получается только слоями раз навсегда расхламиться и разобраться очень непросто но я конечно надеюсь на лучшее как и всегда что он уж в следующий раз зачистка будет более емкой более объемный более внушительный ну и соответственно говоря как это сказать больше толков не будет ну а пока как то так надеюсь видео было интересно полезного приятным всем большое спасибо всем пока пока